В нашем городе нередко уже с первого и второго класса школьники ходят на занятия одни, становятся самостоятельными участниками дорожного движения. Расстояния небольшие, но по пути всё равно нужно быть предельно осторожными. Основные правила дорожного движения первоклассникам школы номер пять рассказали в рамках традиционной осенней акции. В рамках проведения на территории Нижегородской области информационно-профилактического мероприятия засветить сотрудники госавтоинспекции, совместно с членом общественного совета при МУМВД России по затопу города Саров и детьми из отряда ЮИ школы номер пять проводят профилактический урок «Безопасный маршрут». Какую траекторию до школы лучше выбрать, как перемещаться по придворовой территории, на местах выезда оттуда, на что ориентироваться в первую очередь при переходе через дорогу. Всё это малышам показали на практике. В нашем городе большое внимание уделяется безопасности дорожного движения. И с самого младшего возраста, ещё в детских садах, детям рассказывают о безопасном передвижении по улицам города, как правильно переходить дорогу, какие знаки дорожные существуют. В каждой школе существуют юные инспектора дорожного движения. И вот они выходят на улицы, чтобы напомнить саровчанам о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения и следить за дорожной безопасностью, чтобы не случилось трагедии. Мне сегодня интересно, вы рассказали, то, что эти ленточки иногда называются светлячки. И то, что... А для чего они нужны? Для того, чтобы вечером, когда уже темно, машина была заметна у меня. И то, что для тебя горит зелёный свет, это не значит, что можно прямо сейчас переходить дорогу. Надо оглядеться вокруг. Светоотражающие элементы – незаменимый инструмент безопасности. Они позволяют водителям увидеть пешехода за 150 метров, что увеличивает время реакции и предотвращает ДТП. По окончании акции члены отряда ЮИД вручили детям и прохожим световозвращающие ленты, которые можно прикрепить на рюкзаки или одежду. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.